Семь человек, и оказывается, я говорю в другом диапазоне, на других частотах. В общем-то, я пошла проверяться в связи с тем, что у меня проблемы с вебинарами. Кто-то меня слышит, кто-то меня не слышит. В общем-то, приборно проверили, и оказалось, что я говорю на других частотах, с другим диапазоном. Поэтому, если кто-то меня плохо слышит, это не проблема моего компьютера, это проблема вашего уха, вы не улавливаете эти частоты. Поэтому, оденьте наушники. В общем-то, мы уже проверили, что в наушниках меня слышно лучше. Если во время обряда сегодня кто-то меня не слышит, это не значит, что вы его не получаете. Вы его получите. Вибрации все равно дадут, просто вы не слышите какие-то слова, которые я говорю на определенную вибрацию. То есть, такое может быть. То есть, не пугайтесь, но, в общем-то, есть такой эффект, что у меня вот такие вот проблемы. Ну, даже не проблемы, я просто родилась такой. А вот, так что, поэтому будем приспосабливаться друг к другу. То есть, я буду стараться говорить менее эмоционально. А вот, а, ага, все, начался процесс, пошли мои коты помогать мне впереди. Значит, я буду говорить не менее эмоционально, а тех, кто меня плохо слышит, попробую подключить наушники. Меня слышно будет лучше. Сейчас тут главный попрыгать, куда они там хотят. Вот. Значит, обряд сегодня будет немножко другой. Сегодня мы обряд проведем на защиту от родительских соперниц. Дело в том, что я свои лекции не записываю, не пишу, не готовлюсь. В общем-то, я всегда рассказываю спонтанно. И в процессе нашей лекции я могу даже отвечать на вопросы и могу корректировать в зависимости от того, что вам более интересно. То есть, можно что-то спросить, и мы немножко сдвинемся в сторону, и будем рассказывать то, что было интересно, интересно, или это проблема, которая более насущна для кого-то. Вот. Обряд мы будем сегодня проводить от кузницы первых. Значит, те, кто хочет участвовать в этом обряде, подготовьте веник, метелку, ну, можно, щетку. То есть, этот обряд, заговор такой, делается на веник, метелку, щетку. Вы учитываете, что мы сегодня заговорим, и, соответственно, завтра, когда у вас рассвет 5-6 страх, надо встать, и вывести соль и сквозь не жить. Этим способом вы уберете все воздействия, которые могли быть на вашу семью, окажены посторонними лицами. То есть, вот таким вот образом можно избавиться от многих негативных моментов в семье. Бывают случаи, что после таких договоров проходили ссоры, налаживался климат, как бы гармонизировались отношения между супругами. Поэтому, кто хочет сегодня участвовать в этом обряде, готовьте веник, метелку, там, щетку, чем вы там заметаете полы. К сожалению, калисосы не подходят. Если ничего такого нет, значит, что-нибудь приспособствуйте, чем вы можете, как бы так, ну, хотя бы так, полометать немножко сорт из квартиры. Только добрый вечер, вы опоздали, но мы не опоздали. У нас смещение произошло, потому что я почему-то посчитала, что я в 21-30 наступаю, потом мне сказали, что я в 21-30 наступаю. Поэтому кто-то из моих придет попозже, 21-30, кто-то меня уже ждал в 21-30, так что ничего страшного. И кресток я повторю. Добрый вечер всем, кто к нам пришел. Значит, сегодня мы будем говорить о том, что как правильно, ну, наверное, так и надо сказать, как правильно подойти к процессу выхода на муж, чтобы потом не разочароваться и пережить, не страдать, а как правильно подойти к процессу тому, чтобы развести и заново не прожить, не найти такого же негодяя, если он был негодяем в первом брате, как гармонизировать отношения с другом, как уберечь его, а вот такие лапец со стороны девичек. А вот и как связывать интернетик получить достаток и благосостояния семьи, то есть как привести к семью в состояние дом полной ЧАЖ. Дом полной ЧАЖ. Значит, поэтому у нас сегодня такая тема, которая может быть не очень стандартная для этой площадки, Но я ее подняла, потому что мне поступило много просьб запросов от тех, кто меня слушал на вебинарах, поговорить на эти темы, потому что в процессе, когда я рассказывала про прокачку денег на карьерных каналах, она так слишком всплывала у нас, когда мне являла темы о здоровье, тоже были такие вопросы взаимосвязанные. И поэтому у меня очень много письменных ситуаций, всегда будем запретить этот вопрос, поэтому сейчас мы с вами будем говорить на этой теме. Значит, здравствуйте всех, кто к нам подключается. Если меня плохо слышно, пожалуйста, берите на умышленькие, как оказалось, я говорю в другом диапазоне, на других частотах, поэтому кто-то меня не слышит. Это не техника, это реально меня не слышно. Начнем с того, что тема достаточно сложная. Все-таки это жизнь. В основном в нашей жизни, конечно, это построение семьи, рождение детей, а уже попутно, уже дальше мы задумываемся о здоровье, о нашем благосостоянии, кто-то о духовности, кто-то не хочет духовности, кто-то предпочитает. Но, в общем-то, для самой нашей аудитории и для женщин самое главное… Ольга пишет, что я уже привыкла к вашему голосу. Спасибо, Ольга. Ольга. Значит, самое главное все-таки устроить вечную жизнь. Если на Западе все-таки с начала, с первого начала, да, выгодно уступить это построение калинии, то у нас в России традиционно все-таки это построение семьи. И у нас еще бутылки, вот все эти старые, чтоб было как у всех, а что люди скажут. И все такое с этим связано. Хотя, на самом деле, женщины давно уже достаточно самостоятельные, могут сами зарабатывать, могут сами это делать в семье. И мы независимы, уже давно независимы, настолько, как это было в некоторых временах. Раиса, добрый вечер. Вот. К чему мы приходим сегодня? Начинаем. Самую главную ошибку мы видим изначально, когда выбираем партнера по страсти. Потому что, как мы знаем, страсти – это вещь такая, приходящая, происходящая, долго не держится, долго не живет, и потом оказывается все очень бескомфортно. Но мы сейчас будем говорить немножко не об этом. К сожалению, здесь у нас в родах такие вещи, которые на роде называются родовым проклятием. – это информация по роду, которая записывается в клетках ДНК и создает не только цвет полос, глаз, предрасположенность и загревание, но предрасположенность к определенному виду поведения, к определенному виду реакции и, соответственно, к определенному виду судьбы. Ну, разновидностей судьбы у нас несколько. Есть кармическое, сортовляющее – это то, что называется кармической зависимостью. Это то, что получает наша душа, которая приходит в этот здоровье своего тела, ребеночка, который будет развиваться. То есть там есть свои предопределения, свои предназначения, свои какие-то жизненные препятствия и события, которые вы обязательно пройдете. Есть вот то, о чем я говорю. Родовая карма – это то, что мы получаем с телом, с клеткой ДНК, в которой записано все, то есть от наших предрасположенностей к определенному виду заболеваний, там, поведения, еще что-то. И это главное составляющее, которое влияет на то, как наш мозг потом подает команду к нашему поведению, к нашему реакции, к нашему восприятию. На то, как он выстроил физиологию тела. То есть от физиологии тела зависит запах нашего фиромона. То есть кого мы будем привлекать, какого мужчину. Нужного вам мужчину или нужного вам типа мужчины. О том, какие будут заболевания, которые тоже влияют на вашу внешность составляющая. Если какие-то гормональные нарушения, соответственно, у женщины начинаются проблемы внешнего вида. опять-таки, как строить отношения с тем, что, ну, где-то она может не отвечать тем канонам, которые хочет видеть мужчина. Вот. И также, кроме всего, то есть еще одна составляющая нашей судьбы. Это то, в каком эгрегору мы принадлежим. То есть есть еще эгрегоры веры, да. Мы видим какую-то определенную веру, отдаем чисточку своей энергии, получаем в ответ тоже. Соответственно, там тоже формируется какая-то часть нашей судьбы, да. Кроме, допустим, веры, кто-то еще там, ну, не знаю, кто-то там, вера, кто-то еще кто-то такое. Такие общественные, крупные организации также имеют определенные эгрегоры и тоже дают какой-то толчок и влияние на нашу судьбу. И вот эти вот, все вот эти вот составляющие, то есть они выстраивают то жизненное мнение, которое мы проходим. То есть какие-то события мы обойти не можем. То есть мы без этого не попадем. Ну, как мы попадем? Мы можем попасть полностью в плохую сторону, получить пись в мегапис, там, в полгабелье, да. А можем так обойти и так слегка, слегка. То есть я привожу это, как обычно привожу, если чек-то из головы обязательно не спать. А вот, если ты попадаешь в самую мегаписную, то есть упадут на голову, видите, как бы, были победительные части, то есть у нас не могут. То есть это уже приятел как-то в жизни. Вот. А если попадаешь в события благоприятные, точно так же. То есть если есть вот эти отечающие, там, какие-то каменчики заедут, что есть препятствия нам по судьбе, или вот родовые, то, что в народе называют родовыми прокрытиями, то тут правда все это влияет. И можно даже в положительные события попасть и ничего там не получить. То есть такой пример. Получаем на кредиту, там, миллион, да, а на 100 миллионов в результате получите рубрики, потому что надежут там какие-то налоги, депутаты, еще что-то еще. Да? Если у вас вот этих негативов нет, то получите там, к примеру, почти нет. То есть вот такие вот нюансы. И мы по этой судьбе идем, вот инвалируем между всех этих событий. И в результате того, сколько чего у нас там есть, сколько чего у нас там есть, я чуть попозже на вас вопрос отвечу, я поняла. Сколько чего у нас там есть, ответил, что зависит. Вот. То есть наш мозг в первую очередь выполняет все команды, которые мы получили по роду, тела. Во вторую очередь он выполняет все команды, которые мы получили. Мы называем это как-то кармические зависимости, то что мы получаем предназначение нашей судьбы. И в третьей, четвертой, там в пятую очередь в такой двигатель, соответственно, с тем эгрегором, которым мы занимаемся. Поэтому все-таки рот, тело и клетка, ну, оно более первично. Вот почему кто-то развивает духовность, я просто скажу, что я это рассказываю, кто-то развивает духовность, развивается и решает свои проблемы, но, к сожалению, очень многие, развивая духовную практику, занимаясь это, получают только проблемы. Я с чем-то говорю, вот у меня сейчас несколько женщин, которые столкнулись с тем, что не несколько лет духовно развивались, практиковались, но в результате они все хуже, хуже, хуже и хуже. Все происходило, в общем-то все потеряли, все разрушили мужчины эти тишины и оставили у разбитого корыта. И это не говорит о том, что эти тварадки теплостные, они хорошие. Но подход был неправильный. У этих женщин оказалось их семейное начало, их вот эти вот родовые программы гораздо сильнее, чем то, что давало для этих женщин. В чем проблема надо было решать? Ну, все дети их решать с собой, решать со своим делом, решать со своими поступками, со своим внутри, не углубляясь в духовность. То есть вот эти женщины должны быть земными. То есть и решательницы, и проблемы должны быть там земными статьями. То есть есть, конечно, люди, которым действительно необходимо проходить духовные практики, танцы, и они имеют очень большой успех, ученицы. Но тут надо разбираться с каждым индивидуально, у кого как, у кого больше чего, у кого сильнее какая линия судьбы. Вот то, что было дано на решение, то, что называется комиссия независимая, то, конечно, надо именно направлению земных. А если у нас сильнее именно вот это вот родовая, да, земная, то, конечно, надо заниматься именно, если человек ее упускает, то, соответственно, разрушается все. То есть это как будто в мозг, да, как в компьютер какой-то вирус проник и сам себе вредит. То есть дает команду, и человек начинает сам себе вредить. Да, знаете иногда. Вот надо промолчать, а ляпнуло такое, что не встать и не хватит. Там еще что-нибудь такое. Пришел раньше, пришел пол, и все. Событие поменялось. Жизнь поменялась. А жизнь у нас очень часто зависит от каких-то очень маленьких событий. Так, давайте мы сейчас ответим на вопрос Валентины. Потом мы дальше пойдем по Симе. Валентина пишет, что Мирослава, я много делаю таких настройок, установок чьих обрядов по разным историческим системам. Никакого результата. Я в разводе уже 16 лет и до развода много лет рядом но не есть. Наверное, это судьба женской одиночества. Валентина, ну, скорее всего, вы как раз подпадаете в ту категорию, которую я только что рассказывала. Тут надо идти не в настройке установки духовной практики, а разобраться именно с закладкой. Посмотреть на родовые программы, на родовые проклятия, на эти предрасположенности, которые у вас есть. Это вот как раз то, что записано в клеточке ДНК. И тут вам скажу, что по-настоящему их снимают, да? Ну, то, что вы все знали. То есть, если их снимают, то воскресенье происходит на самом организме. То есть, снимая родовые проклятия, во-первых, человек очищается физически и натуральной естественной пути. То есть, никуда оно не исчезает. Примерно год-полтора года идет передвигание. То есть, происходит как бы химический процесс в каждой клеточке организма. И это настолько непередаваемое ощущение, что нельзя ошибиться, снять с соседями. Вы посчитаете, что вам практически каждый день приливает кровь. Или вот кто, женщины, когда вы испытывали кровь и кимия, да, периодически, там, хлористы поведения, там, или магнетик поведения, да, когда он прямо уверенно гнорит, там, еще что-то такое, да? Вот когда снимают родовые проклятия, вот это подобно этому. То есть, достаточно сильное ощущение при фонистке идет. Ну, что было чувствительным прямо во время, в какие-то менее, там, в процессе какого-то обливающего времени. И когда идет пересжигание. Поэтому, ну, видимо, Валентина, мы просто не попали к мужам специальности. Потому что, вот, например, у меня все замы-замы сходят, с которыми я делаю. Но, кстати, тоже есть разновидность мужа-музия, да? Которую я не делаю. Это не ко мне, это как раз вот там, где надо развиваться духовно, там, все такое. То есть, ну, это не мое направление. Да, я никогда никого не заставляю особо, если бы не требует здоровья, сидеть на диетах, да? Быть высокодоконными, еще что-то, еще что-то, да? Ну, мы все грешные, все мы, это, и можем этих окнахать есть, и поглоть. Иногда. Иногда. Так это не надо. Вот. Так что вот так вот. Ольга спрашивает. Ольга спрашивает, надо отрабатывать эти миры с родовой проклятией, настижательства. Вот. И, собственно, неплохо. Рык богател. Абсолютно неплохо. Ну, где-то, да, он был беспринципным. Где-то это. Но вот эта родовая практика дала ему два состояния. Ну, в общем-то, он в своем состоянии был человек, и не надо было это снимать. Абсолютно. Вот. И если это мешает жизни, то это надо снимать. А бывают они в пассивном состоянии, то есть они в родовике не обязательно каждый член. Оба болеют ими. Он каждый передает. Если кого-то сняли, дальше породу уже по этой линии не передает. А если не снимают, то дальше оно передает. Вот. То есть не обязательно вообще. Значит, если оно пассивное, скажите, что не хочется жить, оно вам не сейчас не будет, не препятствует вашей жизни, то не трогайте. Но пассивное может возбудиться, если человек попадает в аварию, в битринной операции, наркоз. Вот. И есть ряд параметров, которые могут разбить тебя. Так. К чему мы вот как раз начали все вот эти родовые проклятия и закладку судьбы. А здесь есть одна фишка. Если у женщины есть проклятие на уничтожение женщины с разновидностью, женщины жертвы, значит, обязательно скричат мужчину, который, ну мы как другую не знаем, который будет издевать, издеваться и скритировать. Если есть у женщины в роду и она несет к себе ген. Родового проклятия на уничтожение мужчин, там, на негодящих языков, значит, у нее все мужики будут негодящие, там, пьяницы, игроманы, наркоманы, еще что-то, еще что-то, еще. То есть все остальные либо не будут обращать внимание либо писать. Если женщина к себе несет, да, родовое проклятие и в родовом их есть и долголетие, то мужчин, особо чувствительные мужчины от такой женщины будут влезать, особенно если у них есть подобные. А, к сожалению, подобные притягивают в подобные. То есть если там нет вот таких негативных, да, направлений в роду, то и притягиваться будет мужчина такой же, без каких-либо особых негативов тоже в роду. Потому что ему комфортно будет с вами. Если у вас есть там родовые проклятие на 15-ом языке, родов, да, то есть притягиваться, как правило, не на таком языке. Потому что только такой будет комфортно с вами, и вам, соответственно, он на интуитивном, да, как говорят, на самом деле на энергетическом плане, он будет самый комфортный, его запах самый приятный. И у него там какие-то вот нонси самые удобные для вас. Поэтому так и получается, что очень редко, очень редко складываются пары, когда у одного все чистенько-чистенько, да, а у второго там еще какие-то родовые, в случае наследственные предрасположенности по судьбе, которые в роду повторяются. Как правило, вот пороются люди с подобными проблемами. Просто пороются с подобными проблемами. Но опять-таки же многие моменты эти можно избежать. если у вас есть там дочери, там готовят браку еще что-то, если вы еще готовите браку, уже можно понимать, если, допустим, нет возможности. Ну, все бывает. Кто-то может себе позволить, кто-то не может себе позволить. Кстати, у меня все могут себе позволить. Кто-то не особо финансово обеспечен. У меня вот и девочки, они делают по одному сеансу месяц, два, два, полтора, решают все свои проблемы. А у них решают. У них, соответственно, это совершенно другая. Долго, но это не очень накладно для них. Возможно. Возможно. То есть это не на другой тракт. Так что изначально для них женщина в роду несущая родовой, ну, нет, да, родовое проклятие. Женщина-вертый всегда найдет своего насильника. У человека, который будет ее издевать, издеваться, и все остальное. Женщина, которая несет негодящих молоков, обязательно найдет своего негодящего молока, который рядом с ней будет еще быстрее портиться. То есть вы учитываете, что если есть у вас в программе мужская структура, которой вы сами не болеете, да, но она имеет какой-то негатив для мужчин, то есть для заболевания привычек, еще какие-то, еще какие-то моменты. То это будет у них усиливаться. Поэтому. Кстати, это не сказка, когда вот мужик с одной пьет, бухается, а другое дело, он этим бросил. Такое действительно бывает. Есть такая вещь, да, потому что то, из которого он бухал и прямо пропивался, и прямо таким пропольцем бух, у нее вот как раз было родовое проклятие на сторонние мужчин, мужчина-алкоголика. То есть рядом с ним была алкоголика. То есть бросила его, вытянула, другая подобрала, у которой нет этого гена, и рядом с ним становится нормальным. Более-менее. Потому что сначала я вас не успеваю, но, по крайней мере, будет держаться. То есть снимается вот это вот усиление. Дело в чем, почему мы так вот своих мужчин усиливаем, да? Ну как же, потому что мы более эмоциональны, вот мужчин меньше на нас влияют. То есть они могут внести вот какие-то гены, которые нас разрушают, но на нас, на женщин, они практически не особо влияют. Потому что мужчины, они, ну насколько мы знаем, мы очень эмоциональны, мы думаем эмоциями, мы переживаем, что переживаем, то есть, соответственно, выливаем свою энергиотику. А с ней выливается и вот эта вот негативная программа, которая провисает то, что рядом. Поэтому, бывает так, что мы живем, и чем мы больше эмоциональны, нервничаем, текущим орем, тем хуже сделаем сами здесь. То есть если вы поймали то, что вот там поорали, поэтому у меня такая фигня есть, да. Хе-хе-хе-хе. Грешна, грешна. Но я все-таки не считается итальянцем, не могу удержаться. В некоторых моментах вступил и вспыхиваю мгновенно. А как я вспыхнула, так вокруг рядом и машины горят, и все сами. Вот. Так вот. Когда мы начинаем чиховать, нервничать, помещается вот такое. Вот так вот в первую очередь светают эти программы, которые разрушают то, что мы пытаемся создавать, и того мужика, который будет рядом. Вот. Поэтому есть вот те братья, которые по расчету, они действительно более благополучны. Потому что женщина не эмоционирует так к этому мужчине. То есть там абсолютно по-другому складываются отношения вот эти вот другости. И женщина не разрушает этого мужчину. Просто не разрушает. Так. Везем на Лондон. Мирославочка. Добрый вечер. Надо видеть. И слышите. Своим девочкам, красавицам, привет. Привет. Обязательно передам. Мирослава я возводит 23 года. После дуны мужчины. В замуж не могу выйти. Не встречается мужчина, который предложил создать семью. Так. Мы по этому поводу поговорим. Мы можем создать семью. Дело в том, что мы все не с ним приводим запах. Кроме того, что мы в определенный жизненный период уже становимся загруженными, там, брак, не брак и так далее. Во-первых, все мужчины боятся, когда у женщины в голове существует доминантов эти дамы. Они бегут сразу в голове. Во-вторых, мужчины боятся женщин с проблемами. А мы умеем сами себя загружить проблемами, да. Вот у меня там повод, ну мы все женщины, да, мы все думаем на меня сам. Я и там была на дети, внуки, сестры, ребенники. Ну, как раз или либо с родовыми, либо вот, возвращаясь себе к здоровью, о чем я говорила, что это тоже взаимосвязано и с биологическими процессами. Женщина с возрастом меняет запах в голове или теряет практически. Таким чем это? И для мужчины, которые рядом, она становится нельзя. Просто не система, просто не важная пища. Зацветовая пища. Зацветовая вещь – это не восстанавливать, не приводить себя в порядок. и не приводить в порядок родовой степи, кромические еще какие-то, убирая негативы, которые с возрастом начинают все больше и больше оказывать влияние на наши отношения, то потом женщина такая, да, она и не становится комфортной как мужчина, в брак берут кого? Тем комфортно, тем он ему дознанно, тем у него ощущение как рядом с мамой. У нас очень маленький процент мужчин, которые ищут себе дочку, то есть жену дочку. Они здесь существуют и там выбор только жена дочкой. Значит, как правило, себе мужчина ищет жену мамы. Вот тоже его как мама ищет что-то рядом, чтобы ты еще с семьей было. Вот, кстати, по этому очень много бывающих мужиков на самом деле в семье уходить не хотят. То есть некомфортно, а там он, наверное, на правых ходил погулял. Ну вот, в госпитстве я смог, ну а ты домой, домой, домой. Ну вот, вот те мужчины, которые ищут жену дочку, маму. И даже он там тиран, да? Если бы она как там мама была, если он тиран, значит папа там был тиран скорее всего у него. А вот, ищет жену маму, то есть убирала, стирала, готовила, отстывала, подавала комфортность. И вот этот вот вирдотик и запах тирамона, то есть они и мне должны давать вот ощущение комфортности и боли. Вот именно от этого. И вот этот мир уходил. Если он у вас пропадает в киеве, да, не ухожены все, проявление миродовых проклятий. Там, если вы так настолько, будто вы видели, что вы были на своем дипломе, то есть у нас все должно быть просто равномерно, тогда он начинает рост, становится лакомой добычей для тех охотниц, которые в свободном полете прекрасны, энергетически настроены, готовы. У них не боится, они всегда готовы. Вот, ну и запах тирамона там вкуснее. Вот они туда бегут и так. Так, вопрос, вопрос-таки у меня есть. Ага. Валентина Мирослав, благодарю вас за ответственный вопрос. Мой отец был очень талантливый, веселый с ним. Вы мамы, ты делаете, ты с ним, вы меня делаете детство. Ну, если, то есть у вас в роду был такой мужчина, у вас так, соответственно, вы будете по-любому нести себе эту информацию. И естественно, мужчина, который склонен к такому поведению, рядом с вами, получит усиление этого поведения и может точно так же себя проявлять. То есть вы будете невкусный и неинтересный мужчине, который заедут, который мягок, который, то есть пани-бонус. То есть он просто не будет на вас обращать внимание. Но и все эти закладки, причем при этом можно все-таки в своем личном жизни построить. Если у вас родовой, конечно, если у вас она. Надо вот это убрать, тогда все это выстраивать. Он спрашивает, Мирославушка, можете вы снимать проклятие дистанционно? Дистанционно. Дистанционно не берутся только некоторые вещи, связанные с определенным лечением. То есть есть раздополезание, которое наздается в очном. То есть когда надо вот руками трогать и накладывать. Вот мне сегодня позвонила девушка, ей сказали, что ребенок страдает аутизмом, хотела бы у меня перепроверить. Если я читала аутизмом на моем сайте, я с этим людьми имела опыт работы. Так вот ей придется ко мне приезжать лично, потому что просчитать все неровные связи немножко, я по сути не возьму. То есть я могу, но я сама для себя считаю, что это некачественное выполнение работы. То есть вот в данном конкретном случае мне надо, чтобы приехали ребеночка, и я буду руками уже считывать всю информацию, чтобы в таком случае полностью дать квалифицированные ответы. Если я что-то не могу сделать как так, к ответствам, я всегда расскажу, как это надо. У меня опять-таки сегодня был буквально другой случай. Тоже дедушка, ребенок не говорит. Мы даже не дошли к заказу диагностики. Я ей просто сказала, что она еще не делала. Ну, прежде чем там делать диагностики, все остальные моменты. То есть то, что ей должны были сказать, делать, но никто ей не подсказал. К сожалению, у нас у нее все медики, суперпрофессионалы. Ну, в общем-то, я ее послала делать то, что она не делала. Она говорит, вот на диффектологов, там, и медицинских логопедов. То есть ей дала ссылочки на обучающую к литературе, там, или то, что она может хотя бы начать с ребенком заниматься. Она хоть человек, но ничего еще не делала. Вот. А может какие-то свои вопросы решать сам. То есть вот, когда ко мне обращаются, если я вижу, что человек что-то может решить сам, я обычно даю, как он это может сделать. То, что я могу сделать, и я делаю, я всегда расскажу, вот это делаю, это делаю, и делаю так, 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 так. Так, так. Мы можем подойти к этому вопросу. Но опять-таки, чтобы я сказала, вернее, вас, что у вас есть, и как это надо решать, вот, надо пройти консультацию . А кроме консультации, тех, кто, ну, не имеет таких особых проблем, но хочет немножко получить какое-то благо, вы можете приобрести голографические скалинзаторы. Это такие марки голограммы, где с помощью нанотехнологии и записан мой жизненный код. Мой жизненный код. И, правда, не вижу, чтобы это выставлялось потом, если там какой-то звонит. Значит, записан мой жизненный код. Это есть три разных таких голограммы. Здесь красный мирославчик. Он создает вокруг вас подобие моей энергетики. Усиливает запах серомона, нормализирует отношения с мужчиной, которое начинает протягивать мужчин, которые не обращают на вас внимания. Есть золотой мирославчик, который вокруг вас создает энергетическое поле, которое повышает вероятность с вами получение дохода и сохранение проявления. И серебряный мирославчик, который дает защиту не только от почек глаза, но также от вредоносных волейпийских, которые окажутся микрологи, телефоны и всякие такие вещи. То есть вот такие технологии, да, уже созданы. Мы работали над этими мирославчиками несколько лет, и вот удалось выпустить. Ну, все равно, тут надо подклеить там или в кошелек, или в сумочку, или там даже на телефонную трубку, зависит от того, какой вы приобретаете. Вы можете передать свои вопросы, поменять их администраторам, и потом, или, собственно, почитать там инструкции, там все очень доступно написано. Но это действительно, это вы берете и приобретаете кусочек для меня. То есть для слова лично используют. Вот так, вот так. Так, так, так. Голова Ольга Мирослочка, можно задать вопрос не по теме. В одноклассниках вы есть или это феи? Много фото ворота, друзья, с сыном, желательно с темными нами. И среди него я удалю кого-то человека из друзей. В одноклассниках я есть. Я есть, но на эзотолические темы я там не отвечаю. Насколько я знаю, я там одна такая. Вроде бы никого не было повторного. Вот. Поэтому я в одноклассниках, как бы присутствие, мне не особо общаюсь. Со мной проще пообщаться в ВКонтакте. Вот. Если на моих страницах вы видите фотографии у меня и у детей моих, то иначе это я. Потому что, ну вот, брать фотографии с детьми кто-нибудь. Ну вот. Так. Про это мы поговорим. Про то, что надо все-таки, если в роду вы знаете о том, что есть у вас проблемы, и есть проблемы, да? И они передаются. И вы понимаете, что, скорее всего, ваша дочка тоже повторит вас в себе, то проблемы эти надо решать. То есть вот эти вот закладки, которые надо убирать и снимать их. Если они не очень сильные, да? Если они потильные, то вам тогда подойдут для усынения вот ваших ведомых статей и другие различные методы. Настрой, там, установки, практики, еще что-то, еще что-то. Но мы как раз говорим о тех, кому не помогает ничего. Вот это как раз вот мой корреспондент. Ко мне, как правило, приходит, когда уже прошли всех и всяк. Да? Вот. Это как раз вот небольшая часть. Таких людей не так уж много. Вот. Ну вот, которые имеют вот такую наследственную родовую закладку. Которую не всякий специалист способен прочитать и прочитать. Но если вы уже прошли все и не получаете. Особенно, кстати, вот как показатель. Те дамы, которые побежали под всем магом, делали, возвратили перегородку этого мужчины и ничего не сработало. Кстати, это не значит, что все маки были все равно. Это как разносит, что вот это вид какой-то разновидность родового проклятия. Потому что когда они здесь, они сбивают любые программы, любые настрои, любые наличные металлы, которые накладывают. И могут даже точно себе наоборот оставить и сработать. Вот есть вот такая вещь. Поэтому, если на вас ничего не срабатывает, если вы здесь деньги или ничего не срабатываете, то, конечно, вот мы имеем именно вот такую вещь. Ну, камень, как правило, это приходит как по открытой инстанции и начинает возникать. А вот, потому что... Почему это там? Потому что у меня давно стоит защита, видите, как я называю, защита от дурака. Тот, ко мне не нужна, он ко мне не пойдет. Потому что у меня действительно выставленная защита от любопытствующих. Я работаю с реальными проблемами, с серьезными проблемами. И я все равно не буду отвечать тем, кто просто любопытничает. А что у меня там? А что у меня там? Какой-нибудь верон был. То есть, я принимаю людей с серьезными проблемами. Проблемами, где-то раздельно, когда немного забеременеться, когда у них на кайфон ничего не получалось. Проблемами, когда, ну, помните, перекрытые жизненные пути там. Проблемы не заможутся. Проблемы не стоят. Где-то, да, я последнюю ситуацию. То есть, и ко мне попадают именно те, кому я, не знаю. То есть, если кто имеет вот такое вот самое нехорошее разновидное препятствие жизни. Ладно, с этим мы поговорим. Ага. Вот. Вот. А теперь поговорим с тем, кто уже развелся. Вот. Я рассказываю, что можно сделать с ним, чтобы не повторить свою судьбу. Прямо, что, как правило, имею негативный брак. Мегативный брак, негативный брак, негативный брак. И если она идет, я скажу, брак, скрипит, то мужчина, как правило, точно такой же попадает. Ну, мы-то уже знаем, почему они идут именно такие, да? Потому что это расположенность. Но, есть одна вещь, которая может сбить эту настрою. Выбрать нищего алкоголика, именно пропольцу, и отдать это кольцо на пропой, и сказать, как Вы спормируете, но главное, что вот это мою плохую судьбу, вот пропей, чтобы она от меня ушла. И снова передать смысл. Вот если Вы можете внутренне сказать, ну, лучше, конечно, сказать слух, что на вот, пропей мой негодящий брат. Если Вы это сделаете, неважно, сразу или потом, или через какое-то время, Вы этим собьете вот эту настройку, что Вы должны попасть в брак именно с каким-то негодящим негодящим. То есть вот эта настройка сбивается. И, ну, по крайней мере, года три, на Вас она действует и будет. То есть за три года можно успеть, только сеть более удачно замуж. Для них какого-то более успешного мужчину. Вот. Но опять-таки, то есть мысли в этой теме, Вы должны понимать, что они сразу должны посерединиться. То есть конкретно заняться поиском, там, плоха, не плоха, брать на агенте, не брать на агенте. То есть очень быстро решать страх для него. То есть пока эта настройка не вернется. То есть вот такой обряд, такая народная, в общем-то, эта традиция, она подключает, дорогая, она подключает общее информационное поведение, то есть ответство получает. И на какой-то период вот то, что записано на Вас там, оно забывается. Ну, как бы, и Вы в этот момент можете побегать, побегать собственно, и свою жизнь и строить. Ну, опять-таки, я повторяю. Вот. Будет ли у Вас есть, если Вы вот так вот сделаете. И можно будет, естественно, выйти замуж. Володя, посмотрела страничку Вашей консультации, у меня есть место, где можно описать ситуацию и вопрос. Вы передаете честь администратора проекта. Вы будете заказывать, когда, да, Вы перешли эти фотографии и свои вопросы, вот администратору, который будет с Вами работать. Ольга, у нас здесь проклятие не родовое, если бы нет, место жительства. Оно исчезнет. От места жительства не меняется, если бы не родовое. Я потом распаду попозже, что можно здесь сделать. И Мирослава хочу Вас поблагодарить. На прошлой неделе сделала совет с кошельком. А сегодня мне дали премию, спасибо, но это не потерь. Ну, раз уж не потерь, мы к этому моменту вернемся. То есть, мы вот видим прямой успех дамы, который сделала то, что я сомневаюсь, поэтому я расскажу им. Всем, чтобы все, кто здесь находится, имели возможность тоже получить какую-то материальную прибыль. Значит, девочки, если есть черная полоса, если есть предчувствие чего-то нехорошее, если есть предположение, что ничего не идет, денег нет, еще что-то такое, можно откупиться от судьбы. То есть, опять-таки, если на какой-то момент, ой, зависла, все ответила, значит, успокаиваясь, видите, как только начинаешь, что-то эмоционально, сразу все, техника ломать. На какой-то момент можно ждать эту негативную настройку и успеть получить что-то положительное. Значит, как откупить социдию? Берем старый кошелек. Обязательно кошелек, но вы нельзя, то есть, ношеный, в котором было ваше деньги, в котором вы носили там ваше деньги. Сумму, которую вы готовы уплатить себе, чтобы она вас спасла от этого несчастья, от безденежья, еще чего-то. То есть, от той проблемы, которую вы ощущаете, она от вас никак не отходит. Вот тут самое главное – положить столько, сколько пришла вот первая мысль. Как мы не только начинаем потом думать, ой, а может не столько, а может я меньше положусь. Все, дальше можно ничего не делать. То есть, уже не сработает. Вот мысль пришла, вот там у меня есть там две тысячи, все у вас, у кого-то вот там пять тысяч, все у вас. Вот столько и положили. Все, вот это вот первая мысль, это вам пришел ответ, чем вы откупаетесь, как вы откупаетесь. У нас не обязательно даже тысячи, может у кого-то и тысячи-то нету, там сто двести рублей. Ну вот в голову пришло первое, вот то и положили. Как только начинаем думать, размышлять столько, не столько, все. То есть, вы можете по крайней мере на год про этот процесс забыть напрочь. То есть, оно не сработает. Значит, сумма в голову пришла, положили. Значит, сумочку расстегнутую. Косылечек этот так, чтобы везли, ну там и там сумку положили, так, чтобы он вздумали. И вперед. Супермаркет, на рынок, ну там, где народу побольше, там, где лоришки шарятся. Вот. И самое главное, чтобы ваш этот косылек тернул. Потому что, не потерять, не там отдать кому-то, не подарить, не еще что-то, оно не сработало. И его должны украсть. Вот когда его украли, то этот у вас управляет, тоже украли. Вот у нас есть дама, которую сделала и времени получила. Почему? Потому что его украли. И не вернулись на какое-то время. То есть, у вас. Вот, лоришки пришли. То есть каким образом вы тебе восстановили какую-то ризу. Ну, как я уже предупреждала, да, я не пишу сценарий своих встреч, поэтому сюда-сюда пошли. Вопросы одни, и мы поехали к этому. Так, ну вот уже появились ссылочки на мирослабчик. Еще раз повторяю, их три разновидности. Если там, я даже не знаю, что там выстрелили ссылочку, а потом не донут. Вот из три разновидности. Красный мирослабчик, он создает вокруг вас энергетику, мою, мою энергетику, которая возбуждает вас в природной сфере работы, помогает привлечь мужчин более подходящего для вас судьба и гармонизирует отношения, которые есть. Есть золотой мирослабчик, который возле вас создает поле, моё поле, который повышает вероятность получения изменения и начинает немножко сохранить то, что вы уже имеете. И серебряный мирослабчик, который тоже вокруг вас. Ну, вы учитываете, что оно как бы только вокруг вас, оно может быть, это поле, вот как я передавал. Поле, которое отражает направление на вас негативного воздействия. То есть поле зла. Ну, здесь это, конечно, сильное и специально сделано полностью не отразить, но в большей части это отразить. То есть обычные бытовые там, вот это зла, даже какое-то воздействие от приборов, вот эта вот энергетика отразить и собьет. То есть уже не таким образом будет вас разрушать. То есть вы приобретаете кусочек мирослаба лично от пользования. Ну, да, ну, вы уже один раз что-то получили, вот нельзя так сразу второй раз откупиться и получить. Ну, как правило, он такой веселый раз в год, но не чаще. И если вам положено еще благо какое-то, да, кроме там, я еще какой-нибудь получите. То есть, ну, судьба, она сама распоряжается. То есть все зависит от того, что вы отдали, сколько вы отдали и с каким настроем это отдалит из судьбы и энергоинформационное поведение, она сама дает ответственность. Нам, сколько мы должны получить ответ. Ну, как подходить к выбору мужчин? Мы поговорим. Почему нам попадаются не те партнеры? Мы поговорим. Что нам надо с ним отринимать, что нам надо делать? Мы поговорим. Значит, о том, как, когда мы разберем и прибавим с отцом и судьбом, то мы поговорим, как мы можем избивать эти настройки. Вот, а теперь мы перейдем к той Наталье. Ну, давайте я повторю для Натальи. Пишет, я послухала, чтобы откупиться. Вот Ирина, Наталья, вот все отбирается, все деньги, если как остановить. Вот попробуйте вот так вот откупиться кошельком. Да, потому что в данном случае это не у вас отбирают, а вы даете, чтобы у вас украли вашу проблему, вашу беду, вашу это. То есть очень многие, действительно, сразу начинается какая-то положительная фаза. Вот, в любом случае, если не было положительное, то, по крайней мере, остановится негативная фаза, потому что на какой-то момент будет сбитой настройки. Вот, как в конкретном, да, вот здесь у нас настройки, и дальше не могут вас наказывать. Вот так и здесь, мы просто сбиваем настройку. И дальше все это срабатывает. А сейчас мы поговорим о том, что... Да, мы слышали, все как бы это. Ну вот, причина-то наша начинает пусть и не сам, а понравился кому-то, и начинается налево-направо. Что в этих случаях делать? Ну, как говорят, духовные правства и гармонизируют отношения. Ну, это не по-другому. Я мах в инфидентском маленьком направлении, то есть реальной. Та, которая дает результат сразу. Поплевала, оно сразу и будет. Ну, ну, потоптала, оно сразу и будет. Вот такие вот моменты. Валентина спрашивает, моя проблема перейдет к тому, кто украдет кошелек. Да, именно к тому, кто украдет кошелек. Ну, собственно, мы этим даже главное дело делаем. Наказываем тех воров, которые отбирают вот лестя, которые ходят вот с, как с этими сумочками. То есть мы правда два главного дела. Во-первых, мы тебя спасаем, а во-вторых, наказываем тех, кто отбирает людей. Да, проблема перейдет к тому, кто украл. Кто украдет, кто-то ее и забрал. Кстати, поэтому никогда не подбирайте варяющиеся кошелеки. Якобы уронили кем-то деньги. И еще что-то в таком месте. Потому что вот есть такой, да, в таком месте, а есть специально образцом тоже специалист делает, сами пытаются бирать, заговаривают деньги, кошельцы выбрасывают, тоже сбрасывают свои проблемы или смертельные боления. Кто поднял, тот и взял. То есть в нашей работе магов есть такое, что мы даем перевод кого-то на 100, да, да, вот, как правило, этот перевод с кого-то на что-то выбрасывается, зверью, собрала тело. Но это более длительный процесс. Ну, не очень порядочные мастера просто сбрасывают на людей. это быстрее, вот, и будет эффективнее, если у этого маска мало селёшь. Поэтому вот, вот так между это наваляется бисочка, там, кошелечек и всё что-то никогда не стоит подбирать. Особенно если это рядом с дорогой, с перекрестками, возле церкви, на паперке, в общем-то в таких местах, которые изначально являются ритуалами. В том плане, что какие-то там обряды ритуалов тут не взял. Ну, естественно, нельзя ничего дать написать на мишу. Я прям сразу не хочу рассказать вам об этом. Пойдем назад была у меня дама с достаточно серьезным заболеванием и сочинение семьи у них ничего не присутствует. Вот. Стали просматривать и оказалось, что они были там напоминаны на на пищевые лепестки. Правильно я тоже задевалась, то есть вспоминает организм какие-то пищевые пищевые мало. А вот были они на кладбище и в подросток сын. тащили там дорогой дистанционную машинку. Там могилка ребенка и кто-то принес ребеночку дистанционную машинку положил на мишу, но он и взял его домой притащил. Вот. Портал по тресторонним мирам открылся и все стали болеть. Причем не могли ничего не могли сделать, потому что по анализам и вроде как все в порядке, а физиологически то есть происходит процесс и человек практически умирает. Вот надо думать о таких вещах, которые не я нам такой тащит в дом. Ну это как бы не поговорил. Так, мы уже приближаемся к тому, что мы скоро будем завершать. Я поговорю с этим завершать и все, потому что мы должны вовремя идти на обряд. Значит, мы сегодня будем проводить обряд на снятие всех поздних соперниц и на все негативы, которые попали в ваш дом. Для того, чтобы пройти этот обряд, подготовки, веник, метелку или щетку, которую вы там заметаете, там все это делается и заговаривает на метелку. и сегодня мы заговорим, а завтра утром с рассветом вам придется встать и вынести сон из квартиры или зоны у кого там что есть. Потому что таким образом вы как раз снимите все негативные воздействия, все порки, которые к вам проникли. Вот я расспрашиваю из Мирослава добрый вечер, у тебя договори, на чужом счастье горе счастья не построится. работа. Вот сейчас такое ощущение что нет, все вернусь и не раздевать. И много это хорошо не происходит. Извиня, я вам попозже отвечу. Ничего не происходит. Вот мы как раз и говорим о том, что делать, чтобы семья не разбивалась. Значит, самое главное, самое первое, если вам показалось, показалось, подумало, когда если понимали, что ваш мужик победил, то не надо орать, разоблачать, устраивать разборки, если не вернусь, это происходит. Как правило, как правило, это происходит не потому, что он хотел добирать. Скорее всего, его на это подбили, то есть его подбили друзья в состоянии презентации, подбили, капитка. А вот не было за ним кто-то охотиться, потому что если он уже в Кады, то он Кады изначально. То есть когда замуж уход, он понимает, что он гулял, 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 то есть как говорится, когда они классические, не справились. Есть женщины, которые за таких выходят, безбежият, страдают. Ну, я считаю, это ее судьба, она это убирает. Ну, вот, мужчина обыкновенна, если в семье все хорошо, если он ощущает себя как рядом с мамой, то не особо отклонен куда-то как-то. Ну, я думаю, мужик не откажется, если не предложит и не откажется, если за ним кто-то пахнет. Так вот, когда вы что-то такое почунили, почувствовали, поймали, не надо устраивать разборки, надо действовать совершенно по-другому. Если перехватить, чтобы он сталкивать, что есть очень много таких народных способов, просто прекратить эти схождения регулярно. Есть заговоры присыпать следы соли, он работает, не будет ходить на еру. Есть специальные заговоры, которые накладываются на еду, которые готовят. в время говорят, самый главный переворот это боль. Потому что есть направление в лимитской магии, такой магической кулинарии, такой готовки, как правильно это готовить, какие слова говорить. И мужчина, который употребляет эту еду, он будет в таком состоянии самодиплома. Он получает эту энергетику и настраивается на то, что вы хотите у него может быть. Вот почему, кстати, расскажу, это работает лучше всего. Вот если вы идете, доказываете какие-то западные перевороты, ритуалы, то они в полный мир на нашего русского музыка не работают. Потому что у славян специфическая энергетика. Нам что влог, что по лбу. Поэтому на нас многие вещи не работают. Какие-то мелкие направления магии, кстати, на нас лучше работают, потому что у нас и татары и все остальные. На нас больше работают восточные какие-то направления. Но опять эти же, у кого какая кровь. Если у вас в роду кровь где-то там с литингами, значит, будут работать ровно. Если этого нет, то ровно работать не будут. то все зависит от того, как раз мы это продолжаем. Но если ритуалы не не очень сильно работают, не в полной мере, то как раз магическая кулинария работает суперсия. Потому что когда делается вот эта закладка либо когда покупаете уже на тот ингредиент. Например, я заговариваю три практики, которые у меня можно приобрести и использовать для того, чтобы своего мужа настраивать на определенное поведение, на определенные какие-то действия. То есть вы дополняете дальше т.е. мужчина хочет комфорт, он энергетически готов поглощать т.е. он самоснимает такую внутреннюю защиту, которая препятствует соединению каких-то других ритуалов, если не снижает. И он сам сам идет вот 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 и получает все в полном мире. И организм переваривает и получает удовольствие. Главное, чтобы очень хорошо готовить, если плохо готовится, соответственно, еще будут препятствия она работает не здесь. Получает удовольствие. И он в этом таком магическом варе настраивается действовать как надо. То есть таким образом можно сделать так, чтобы не гулял, сделать так, чтобы все-таки изменилось отношение к вам. вот именно это самая натуральная гармонизация, которая только здесь. То есть мы есть именно изнутри. Потому что очень ну многие из них они как бы живут на инстинктах. это мы женщины живем чувствами, переживаниями. То есть для нас ближе какие-то духовные практики, какие-то настройки, какие-то психологические выверки. да. А большинстве твои мужчины вот все они не способны говорить, и то, что они не способны говорить, поэтому мы совсем имеем эффект. А вот когда мы возьмемся на них с помощью магической кулинарии, получаем 100%. Потому что он сам расслабился, каждый раз получил удовольствие и настраивается так, как нам то есть это самая такая натуральная гармонизация. Вот 22 крипты с копейками. Ну много еще можно о чем поговорить. Следите дальше за моими офишами, моими обвинениями, моими вебинарами, как я уже сказала, я каждый не записываю и не готовлю. Мы сегодня не договорились по теме, есть еще много интересного рассказать, много каких вещей могу рассказать, что вы можете сделать самостоятельно, чтобы сбить негативные настройки, негативную направленность вашей следы, и на какой-то период выскочить из этого. Ну для этого очень много надо времени во-первых, а во-вторых, вот как сегодня единство издало вопрос, и мы немножко вернулись эту тему, я вам столько интересно рассказала. А вот, а сейчас мы будем готовиться к обряду, потому что, потому что у меня как раз еще только 15 минут, и дальше я должна выходить на связь с какими-то незаграничными девушками, то есть я не могу перенести на меня. Что-то у меня сегодня вообще это сделать. Поэтому прошу всех подготовить пельники, веселки, там щепки, Ирина, кстати, на ваш вопрос отвечаю, если я сейчас не дома. Значит, Ирина, если вы сейчас не дома, вы можете заговорить вот этот венец-меселку, или там из чего-нибудь скрутить, да даже из бумажок такой импровизированный венец скрутить, и завтра на рассвете просто вокруг себя обнести, вот это вот все надо главное запросить. Я в конце еще раз потом расскажу, как все это куда-то не так, как выкинуть. Но сейчас мы вот готовимся. Девочки, пожалуйста, плосики, если бы я видела, что вы готовы уходить на адрес, я начну настраиваться. Пожалуйста, мне, что вы меня слышите. плосики, плосики поставьте, что вы готовы уходить на адрес. Так, пошло, все, у меня все услышали. да, просто веник. Запись я делаю, но, к сожалению, на трех разных площадках, при моих последних вебинарах, в одном не записался адрес по мистическим, как говорится, с причинам, а у двух и других тоже не записалось ничего, ни у меня, ни у организаторов. То есть, запись шла, то она не записалась. Опять же, через то, что, ну, у меня не совсем человек, говорю, в другом диапазоне, и, видимо, все энергетическое влияние. Так что, как оно запишется, не знаю, но мы стараемся и мы записываем. Значит, готовы. Значит, на обряде надо стоять, ножки вместе, носок-носочку, пятка-пяточки. Руки вот так, в одной руке, там, веник. Держать в ту руку, которая у вас рабочая, право, сейчас право, и вставлю вас. Голово чуть вот так, на руку. Если кому-то будет качать, качайтесь, не пугайтесь, не упадете, у меня не падают. У меня не падают. У меня не падают. Значит, все, становимся, мышки вместе, на ручки. в руке, веник и током, глаза закрыли, расслабили, и спали. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, своей благодати. Ангелы Спасители, стойте по моим бокам, рабы Божии, и допускайте вражескую силу из двух людей. Аминь. Для того же, ангела мой Спаситель, покровитель мой, спаси мою душу, сохрани мое сердце. Господи, враг Сатана, откачнись от меня, мне в тебе не место, мне в тебе не место, Один Христовый, тот Христовый, воиня, Сына и Святого Духа, заступи, и помилуй, сохрани нас. Боже, своей благодати. Ангелы Спасители, стойте по обоим моим бокам, рабы Божии, и допускайте вражескую силу из двух людей. Аминь. Для того же, ангела мой Спаситель, покровитель, спаси мою душу, сохрани мое сердце. Скоро, как она, откачнись от меня, нет тебе не места, нет тебе не царства, один престол, тот Христовый, воиня, отца и Своего Святого Духа. Выступи, спаси, и помилуй, сохрани нас. Боже, твоя благодати. Ангелы Спасители, стойте по моим обеим бокам, рабы Божии, и допускайте вражескую силу из двух людей. Для того же, ангелы мой Спаситель, мой покровитель, мой спаси, моя душа, сохрани мое сердце. Это, брат Сатана, откачнись от меня, нет тебе не место, нет тебе не царства, один престол, тот Христовый, во имя Отца и Своего Духа. Заступи, спаси, и помилуй, сохрани нас. Боже, твои благодати. Ангелы Спасители, стойте по моим обеим бокам, рабы Своими. Не допускайте вражескую силу из двух людей. Аминь. Для того же, ангелы мой Спаситель, мой покровитель, мой спаси, мой спаси, мою душу, сохрани мое сердце. Это, брат Сатана, откачнись от меня, нет тебе не место, нет тебе не царства, тот Христовый, во имя Отца и Своего Духа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас. Боже, твои благодати. Ангелы Спасители, стойте по моим обеим бокам, рабы Божьи, не допускайте вражескую силу из двух людей. Аминь. Для того же, ангелы мой Спаситель, мой покровитель, мой спаси, мою душу, сохрани мое сердце. Все, брат Сатана, откачнись от меня, нет тебе не места, нет тебе не царства, один престол, этот Христовый, во имя Отца и Своего Духа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас. Боже, твоей благодати. Ангелы Спасители, стойте по моим обеим бокам, рабы Божьи, не допускайте вражескую силу из двух людей. Аминь. Для того же, ангелы мой Спаситель, мой покровитель, мой спаси, мою душу, сохрани мое сердце. Все, брат Сатана, откачнись от меня, нет тебе не места, нет тебе не царства, и что вы, тот Христово, во имя Отца и Своего Духа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас. Господи, твоей благодати. Ангелы Спасители, стойте по моим бокам. Боже, не допускайте вражескую силу из двух людей. Аминь. Для того же, ангелы мой Спаситель, мой покровитель, мой спаси, мою душу, сохрани мое сердце. я говорю, что Татана, откачнись от меня, нет тебе не места, нет тебе не места, нет тебе места, кто за Христово, имя Отца и Своего Духа. Аминь. 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 Все. Лахту открыли. Все. Завтра. Ну, у кого-то, может быть, уже сегодня. на расцвете, на ДЦ, и денег, на который наложен договор, надо вынести стол из квартиры или из дома, на оружие. Таким образом, снимаются силы действий, негативы, которые могли наложить там, наложить, что они имеют отношения, и еще такие привлеченные торчевлазы. То есть, фактически, вы посвятите свою семью и свои отношения. То есть, в идеале, конечно, лучше завести все красиво, и, наверное, этот мусор будет. Ну, это в идеале. То есть, понятно, что это не всегда возможно. Хотя бы, хотя бы так, прошвырнуться по коридору, да, открыть дверь, и, главное, за порог, за порог. То есть, вот это вот, чуть-чуть, хоть что-нибудь, да, вынести, чтобы это вышло из вашего дома. Опять-таки, в квартале, в идеале, вынести все квартиру, и весь этот мусор вынести за порог. То, что вы потом вынести, это все уберете, и вынести, надо не доносить потом в квартиру. вынести именно туда уже, собирать уже там, за порогом. То есть, в этом и заключается процесс, в этом и заключается процесс очистки отношений, в семье. Вот такой вид народной гармонизации, который работает сразу. Если вы все сделаете правильно, то результат будет никогда-нибудь, а достаточно быстро. быстро. А, когда вы спрашиваете, где-то утровергут линию, да где угодно, если кто-то воспользуется, ничего страшного. Ничего страшного, пользуйтесь дальше, он у вас, кстати, и дальше, будет, какое-то время еще работать на то, что уничтожает, вот, внесенный в ваш дом, вот, негативные какие-то моменты. Значит, вот, пожалуйста, есть ссылочки, заказательную консультацию. А, пожалуйста, надеюсь, дайте еще раз ссылочку на Мирославчике. На Мирославчике. Я еще раз хочу напомнить, в таком мире консультации, можно заказать и кусочек меня. Значит, это гонограммы уничтоженной технологии, там записан мой жизненный код. И вы получаете кусочек меня. То есть, вы берете красный Мирославчик, вокруг вас создается поле, маневр поля, которое способствует усилению запаха вас, природным сирамоном, гармонизирует отношения, которые есть. и начинает немножко привыкать мужчин к вас, если вас нет отношений. Есть золотой Мирославчик, который создает вокруг вас, маневр поля, который создает предпосылки для получения какого-то благосостояния идейных и сохранения. и серебряный Мирославчик, который отражает негативные воздействия на вас. Ну, конечно, специально сделанные мастером, в общем, полностью не отравить, но всякие бытовые моменты даже там воздействие, даже в общем-то, воздействие от микроволновок, да, реально отражает. это работающая вещь, она запатентована. Почему так долго выпускали? Потому что необычная вещь, очень долго провели на ну, так уж повел, что где-то удивление другой зоны у нас есть один технический консультант, который помогал в свое время создавать ее приборы, вот, а с ним мы вот разрабатывали вот эти новые технологии уже, вот, и он помогал мне в патентовании и оформлении. То есть это, он говорит, тогда это вот такой мини-прибор, который вокруг вас создав в поле не росла. Вот, а сейчас я буду вам прощаться потому, что вот у меня уже очень много времени поджимает. Что-то я сегодня сегодня поднапутала сначала свои лекции. значит, у вас простого жизненный код это что, запрессор в помощь технологии или цифры, если вы не по вашей рождения. Дело в том, что я приборы определяемы, и записывали именно мою энергетику. То есть, приборы определяют мою энергетику, приборы определяют частоту, в которую я воздействую. А вот, как я уже говорила, выяснилось, что я не совсем человек, говорю, в другом диапазоне и на других звуковых частотах это тоже приборное определение. то есть, меня записывали все мои жизненные параметры. Никаких там вот этих вот цифровых нет, записывали жизненные параметры больше полугода. Ну, кстати, как ролик от меня использовали. Вот, именно записывали жизненные параметры времени моего сердца, там, позиции моего энергетики, там, голоса, все-все-все-все-все. Вот, и на основе этого использования специальной программы были созданы такие матрицы, которые вокруг тебя способны восхождать. То есть, если дают кусочек своей нервничести, то есть, если человек приезжает ко мне, да, я его заряжаю, не провожу обратно, я тебе даю, так, то есть, тоже на какую-то клеить свою энергетику, то есть, таким же образом создается с помощью этого приборчика. То есть, там, зоограмма, которых, как раз, его создает, в общем-то, вот ту частичку моей удачи. То есть, они вот имеют вот такие направления. самоработающие будут сделаны. Последний вопрос, который я сегодня отвечаю. Наталья, как вы знаете, что на мужчине приворот, который себя ведет по-иному? не станет все ругать. Значит, первый признак приворота, это когда мужчина поменял свою стабильную привычку. Например, марку сигарет, марку спиртного, болел за Спартак, стал болеть за Динамо, еще что-то. Если мужчина очень резко сменил какую-то свою стабильную привычку, там, ледуха, дуги, сейчас, чизбогеры захотел, да? То, скорее всего, на него оказано магическое воздействие все сами на себе, все и ворот. Ну, не пьет, не курит, посмотрите за еду. Вот я же рассказываю, то есть, может быть еда, может быть, ставят ботинки прямо они смотрели на скамей, теперь ставят ботинки вправо они смотрят на скамей. Это, вот, должно быть изменение его стабильной привычки. если этого нет, то, скорее всего, там не переворот, скорее всего, это вы, голубушка, теряете свою природу запах серомона, и ему, для вас, невкусно, некомфортно, и, соответственно, начинается вот это вот рубня, потому что дискомфорт, что мы начинаем отторгать, он начинает отторгать, все, что вы говорите, вас это выводит на эмоции, и дальше пошло, поехало. Ну, в общем-то, буду сегодня с вами прощаться, очень приятно было пообщаться, очень хорошо мы сегодня с вами работали, хорошие сегодня девочки задавали вопросы, соответственно, и я много рассказывала, значит, пожалуйста, следите на моим графикам, моими вебинарами, на моих страницах, на страницах организаторов проекта, каждый раз я даже по заявленной теме рассказываю что-то новое, в процессе, как вы уже убедились, я отвечаю на вопросы, и я могу поменять направление темы на то, что более жизненно интересно, и каждый раз я даю какой-то новый заговор, обряд, что я буду давать в следующий раз, даже я сама не знаю, то есть информация приходит, что вот надо, вот сегодня кому-то вот было надо то, что я давала, то есть поэтому я его дала. До свидания, здоровья, счастья вам и людей. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Теперь, наверное, нормально будет, звук не боится. Давайте поблагодарим Мирославочку, правда она уже не с нами. Поблагодарим за прекрасное выступление, множество полезной информации, очень ценно. Для кого ценно, напишите, пожалуйста, какую ценность вы сегодня получили. Может кто-то осознал, услышал ответы на свои вопросы, чтобы закрепить этот результат. Проходите по ссылочкам, приобретайте уникальные, просто удивительные предложения. Мирославы, специалисты такого высокого уровня. Сегодня вы можете приобрести консультацию. Мирославы, а еще Мирославчики, это голографический коррелятор. Если для вас это важно, проходите, приобретайте. Да, я тоже вас всем благодарю, благодаря за то, что вы сегодня были с нами. Проходите по ссылочкам, кликайте на голубую ссылочку и попадете на страничку, где есть информация об этих удивительных продуктах. А также внизу вы можете заполнить ваши контактные данные, имя, e-mail, это адрес, в комментариях, что вы имеете на подокон, а также телефон, скайп. Вы нажимаете с ними, видите, по горной заказе, автоматически попадете на страничку, где можно выбрать удобный вариант доклады. Если не найдете, пишите мне в скайп на линбогданова. Консультация Мирослава. В консультацию входит полная физическая диагностика заболеваний и другой проблемы организма и нервной системы. Диагностика энергетических поражений, нередовые, наследственные негативы и кармические зависимости. Просмотр вашей ситуации и краткий обзор всех участников ситуации, а также ответы на ваши вопросы методами сновидения. В дальнейшем, возможно, работа по вашим вопросам, очно или дистанционно. Все хорошо чувствуют эту работу и очно, и дистанционно. Мирослава решает любые вопросы, любые проблемы, продвигает карьеру, проводит обряды на деньги. Но при этом следует иметь какое-то дело, бизнес, заниматься творчеством или морским производством, или хотя бы изготавливать вещи. Мама Мирослава Светланы Петровны Половины, известная и ясновидящая, исцелитель, федиатр, кандидат медицинских наук, берет на лечение детей. Даже с церебральным королевчом, аутизмом, 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 инфекционной нервной системы, аборциальная астма, геммония, туберкулоз, проблемы с обучением, обственные, остальные, украшения, 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 украшения. Мирослава может убрать любое препятствие и привлечь удачу. Будет замуж, помогает обучать ребенка после множественной недостаточности. Возвращает сбежавших мужей без всяких приворотов. Проводит обряд на полоской половинке, гарантированной дубов и счастливой жизни. Семильный обряд полная чаша и множество других. Вам следует написать, что вы хотите получить по результату, и мирослава ответить, что может сделать. Вы можете это отправить в множество отмедуумов. Ритуалы, обряды, мастерственные, родовые нашей семьи, авторские. Эксклюзивная работа. Это просто слова уже Мирослава, да, нашей семьи Мирославы и авторские обряды. В руках Мирослава побывали многие. От Кулипа Киркорова, Кристины Арбакайцы, Сергея Маковецкого, был известен в политиках и так далее. Работала с МЧС, МВД и метрофункциональный в 90-х годах. А все прогнозы сбываются. Если Мирослава берет человека в работу, то результат будет достигнут. Также на страничке есть полоградная ссылочка. Вы можете пройти по ней и ознакомиться с отзывами. Условия, при которых будет приведена диагностик. Вы свою фотографию, ну, вы не более чем месячной домистик, в домашнем виде, в полном росте. На детской стороне, где рядом, и на заднем плане. А также имя, дату рождения, где родились и где сейчас. Вы описываете свои проблемы, свои вопросы, что смотреть. Тем более точные вопросы, тем более разборнутый ответ. Если вы спрашиваете о том, то не забудьте указать имя, возраст, фотографию. Или при работе, после часа, где вы работаете, какая у вас должность. Если продвинете, то в какой ситуации смотреть, любые вопросы с уточнением. Что вам из сегодня действительно символическое, поэтому специалисты очень высокого уровня. Проходите, пожалуйста, по ссылочке, регистрируйтесь. Войдите, пожалуйста, ваши контактные данные, имя, адрес электронной почты, телефон, пункт «Скайп», нажимайте зеленый кнопок «Оформить заказ», и попадете автоматически на кнопку, где сможете выбрать вариант оплаты. Если есть какие-то вопросы, да. Валентина, напишите мне в «Скайп», вы можете это сделать, или на почту, и я дам вам мне почту. Или, если вы сделали заказ, я увижу ваш заказ, и там вы получите зону. Так, Наталья первый раз, очень понравилось. Наталья, я думаю, что можно оплатить и в течение нескольких дней. Думаю, что можно. Просто в течение нескольких дней может пропасть мотивация, да, наша внутренняя. А на самом деле, если понравилось, и душа почувствовала, да, какое-то длинное действие, вот это все. Следует это сделать, это действительно очень редкая возможность. Так, и еще удивительное, просто удивительное предложение. Мирославчик, глаголатический коррелятор. Насколько я понимаю, там будет даже целый клиник, красный стеколь. И сегодня Мирославу предлагает приобретение кусочек Мирославы, который будет хранить и оберегать вас, давать толчок к повышению благосостояния, счастья, любви, семейные и гармонизации. С помощью мамы технологии удалось пропустить жизненный код Мирославы. И она рада с вами поделиться частичкой себя и своей удачи. В пакете находится голограмма Мирославчик, настроенная Мирославой так, чтобы приносить вам добро и благо. Стоимость одного Мирославчика 5000 рублей. Одного. Это предоплата. Мирослава лично отправляет вам в почте Мирославчик и в связи с занятостью приносит извинения и просит часть почтового оформления принять вас на себя. На почте при получении вам надо будет оплатить только стоимость почтового пересылка. Это очень маленькая сумма и она приносит извинения к этому индексу. Для пересылки вам необходимо указать индекс, адрес и данные получателя. Получение Мирославчика происходит по почте. Вы указываете данные того, кто придет на почту. Не забудьте указать электронную почту или другой способ связи для получения входа почтового оформления для обслуживания его Мирославчика для вашей. Также вы сможете приобрести Мирославчик для себя. Можете приобрести несколько для усиления эффекта и можете приобрести родным, знакомым в подарок. Можете без ведома носителя наклеить ему для ношения. Можно приобрести разные, но помнить, что золотой и красный Мирославчик нельзя наклеивать на одну вещь, так как любой и другий совместимый. Серебряный Мирославчик можно сочетать с любым другим. Внимательно изучите инструкцию, приклеивать, переклеивать Мирославчик нельзя. Мирославы дарят вам тепло своей души, делятся с вами своей удачей и желают вам здоровья и любви. А также исполняют ваши мечты, обладать свои карьеры. Где ко мне интересно обладать таким, не так, не даром. Проходите, пожалуйста, по ссылочке. Вводите внизу ваш контакт на данные, имейл, адрес, электронную почту, а также телефон, скат и зелёный пункт по форме Закон. И вы автоматически закрываете на страничку, где сможете выбрать удобный вариант оплаты. Вопрос, почему всю жизнь? Ну, на самом деле, все вопросы с деньгами, по большому счёту, карма. И вообще всё карма, потому что карма – это просто причина собственной связи. То есть мы решали какие-то поступки в этой или прошлой жизни. И, соответственно, на этом мы не получаем ничего лишнего. Да, всё, что… Всего же не прописал, ровно вот столько, сколько мы с вами совершали каких-то неблагополучных поступков, ровно столько мы получаем, ничуть не больше, и не добавляем. Мы там решили, верить они, и блоги. То есть, что-то. По карме, да. Деньги, 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 Татьяна, деньги приходят по карме. Но здесь, вот, например, деньги приходят по карме, но в данном случае Мирослава Калавини предлагает вам Мирославчик Головин, я хочу сказать, что ребята, и делятся с вами свои удачи. В том числе и дырочные, да. Если вы готовы принять, то вы не готовы, то вы не будете жить. То значит. А по поводу кто-то сглазил, ну, действительно, такое бывает. Ну, дело в том, что, опять же, это как кармическое создаяние, да, для кого-то, если мы, Ани, возле иглы, да, если мы сами смотрим и, ну, и там глядем, да, любим, ну, что-то, ну, там, в чем состоит развитие души? А в том, что мы отрабатываем, да, какие-то качественные люди. Мы научаемся любить, при любви, при любви к обстоятельствам, да, любого человека и проявляя, и понимая, что через него проявляется Господь нашу жизнь, ну, и то, что, ну, и нам приходит только то, что мы действительно действительно дефилованы, то, что мы действительно дефилованы. Дефилованы, ну, можно влиять, да, армию можно очистить, можно совершать себе бесчестивые поступки. Одно из основных для того, чтобы деньги хорошо приходили, это надо быть счастливым, в основном, щедрым, развивать свою щедрость. Понятно, если у человека не много денег, да, но тем не менее следует уже в этом, в этот момент. Что делать, там, ну, это хоть внимание, какие-то вознаграждения, да, кому-то пришло вот эти секунды, что-то еще там делать. Может быть, не деньгами, но если вы делаете добрый блат, ну, не финансового характера, то и получать вознаграждение и благодарность вы тоже будете аналогичны, да. Если вы благодарите других, вот, как видите в магазин, если вы ищите товар подешевле, экономите на себе, то это сигнал, да, в своем виде. Вот, если за мной все это объедините. А если мы с клиентом будем бродить, да, кого-то за хорошие услуги проплатить, или мы ищем, чтобы воспользоваться чем-то бесплатным, то, как, да, если мы не возьмем награждать труд другого человека, то и наши усилия тоже будут сильными и, на самом деле, недостаточно на конкурсия и только потому, что мы действуем так и платишь на конкурсе, а если мы считаем кого-то, понимаем, что это срок, да, то, если мы перебоем ответ в поле, то, если мы мудроем, от легко, то, когда мы уже вы уже не можем влиять на них в свою жизнь вам надеюсь что я ответила на ваш вопрос вы можете просто попробовать зарегистрироваться и дальше уже будет вас там все равно потому что там мы зарегистрируемся мы задерживаемся я надеюсь что мы не хотим выбираем его если у нас не решили что если не приходит то это значит мы приходим за разными решениями у многих есть ну мы были в разных воплощениях мы были все и поэтому соответственно мы были минашисты и такие часто мы вообще просто забудем из жизни раз в этом пойдем мы перекрываем там мы даже просто на кожу мы на все обе такие же программы переменами непроводителей с этим надо все все перерабатывать эти установки и сейчас кстати вот время коридоры в отмене очень эффективны для трансформации реально можно ну с одной стороны надо очень внимательно относиться к тому что ты делаешь потому что состояние будет очень серьезным а с другой стороны есть возможность действительно проработать это потому что затмение обычно у них предоставки не надо возвращаться какие-то считаются из кожи но когда-то это не прошли у нас есть возможность правильную 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 повестись и вы уже видите на индии уровня для доставания успеха и вы видите проходите пожалуйста по ссылочкам очень интересные предложения для режиссии так и прошло сейчас ну что Дима Богданова это Махдон сейчас и 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 Вот я написала слайд, Алина Богданова, Светлана Бундушинка, и там будут милые, милые разные, и милые махты. И вот такая же там фотография, вот здесь. Добавляйтесь, и все вопросы не решены. На самом деле это то, во что и сейчас вот эти трансформации, это Валентина делает такой выбор, и сейчас они наиболее благоприятны, да, вообще просто самые сильные. Действительно сейчас такое время, что возможно изменить свою судьбу, да, убрать сжечь свою карму. Таким образом, карма убирается, ну, тоже не так, не да, или еще что-то, ну, что-то будет, что-то будет, что-то будет. Таким образом, именно папа, хороший, да, который потом с мамой возвращается к ней ниже. Ниже плохие поступки. Но требуется при этом еще помнить, что не только поступки, но она приватная, приватная на поступки, но и есть, да, есть, да. И сегодня это очень важно. И сегодня вот у нас есть длительные возможности, действительно удивительные первый раз в своей предложении предложения от Мирослава, Мирославчику, и от Мирослава, причем апробирован, он пришел в проверку, и я не знаю, слышали ли вы все. А, плохо слышно, я сейчас сделаю погромче. А сейчас? Сейчас, действительно, что-то с ультбуком, что-то с ультбуком. Сейчас тогда я, здесь, наверное, я выйду, я сейчас попрощаюсь за вашу запись, и войду в обреде много неслышащихся. Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами были. Приходите завтра, нам завтра тоже интересное очень выступление. Сейчас постараюсь комментировать. Сначала перебиваю, любимый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok